Всем привет, друзья! У меня скопился старый и ненужный тюль, а также обрезки от пошива тюли, и, конечно же, все это выбрасывать я не стану. О, мне как раз нужна такая сетка для рыбалки. Ну нет, у меня на эту тюль есть много идей, которые хорошо сэкономят семейный бюджет и украсят дом. Ну давай посмотрим, что же из них можно сделать. Давай, идея номер один. Я взяла вот такую тюль, она называется Дождик, она достаточно прочная и плотная. Также нам для этой идеи понадобится старый ненужный пакет. Мы его расправляем и отрезаем швы снизу и на ручках. Готово. Затем разрежем пакет по бокам. И полностью его расправим. Это и будет выкройка нашей эко-сумки из тюли. Нам понадобится одна деталь. Складываем тюль в два слоя и располагаем на ней нашу выкройку. Вырезаем с припусками полтора сантиметра. Там, где ручки, припусков мы не делаем. Далее сложим деталь вот так пополам, чтобы у нас оказались ручки одинаковой ширины. И вырезаем. Готово. Можно убрать выкройку. И у нас получилось две вот такие детали, которые мы сошьем по бокам. Сначала на полсантиметра от края. Готово. Затем выворачиваем, расправляем края. И прошьем еще раз на один сантиметр от края. Таким образом у нас получатся полностью обработанные швы. Итак, готово. Далее нам нужно будет вывернуть на лицевую сторону. И будем складывать бока таким же образом, как у нас был сложен пакет. Вот так примерно на 5-6 сантиметров внутрь. Хорошенько расправляем и отутюживаем. Готово. И далее сшиваем дно нашей сумки точно таким же образом, как мы сшивали бока. Сначала на полсантиметра на лицевой стороне делаем строчку. Затем выворачиваем и отстрачиваем на один сантиметр от края. Дно нашей сумки полностью и аккуратно обработано. И выворачиваем на лицевую сторону. Далее мы будем обрабатывать ручки нашей сумки. Для этого я взяла косую бейку контрастного цвета. Вот такую. Обязательно нужна косая бейка, так как есть много скруглений на ручках. И этой бейкой мы обработаем все ручки. Складываем пополам и прошиваем на один миллиметр от края. Продолжение следует... Готово. Все ручки у нас тоже аккуратно обработаны и нам осталось сшить только вверх ручек. Точно таким же образом. Сначала на 5 миллиметров, затем выворачиваем и прошиваем на один сантиметр. Готово. Расправляем наши ручки. И останется пришить небольшой кусочек бейки вот таким образом. Отмеряю примерно 20 сантиметров косой бейки. Сшиваю ее пополам. И получаю вот такую петельку. Пришиваю ее к краю пакета. Вот таким образом. Готово. И наш многоразовый пакет из ненужного тюля полностью готов. Посмотрите, какой симпатичный пакет получился. Как контрастная бейка украсила эту сумку. Сейчас я покажу, зачем мы делали петельку из бейки. Складываю в 4 слоя сумку. Затем пополам. И еще пополам. И получается вот такая маленькая сумочка в сложенном виде. Которая поместится даже в карман. Мне нравится. Удобно брать с собой. А она выдержит продукты. Давай протестим. Вот сколько продуктов я в нее наложила. Даже соль, фрукты, овощи. Достаточно прочная и объемная сумка получилась. Итак, идея номер 2. Для этой идеи мне понадобится вуаль белого и зеленого цветов. Складываем вуаль в 2 слоя вот таким образом. И отмеряем 30 см ширины. И 40 см высоты. И вырезаем получившуюся деталь. Готово. Сшиваем на 1 см от края. Вот по этой стороне. У нас получилась деталь в форме такой трубы. Выворачиваем на лицо. Я сделала таких 5 деталей. 3 белых и 2 зеленых. Далее нам понадобится также шнурок. Два штуки длиной примерно 45-50 см. Берем одну деталь. Подворачиваем концы ее внутрь. Не обработанные которые. Шнурок я завяжу на узел. Вот так. Затем деталь первую я складываю посредине. Вот так. И перевязываю шнурком. Обязательно крепко затяните. Готово. Следующую деталь я возьму зеленую. И сложу точно таким же образом. И мы ее вплетем в первую деталь. Вот так. Продевая через оба конца. Таким образом соберем нашу мочалку полностью. Последнюю деталь закрепим так же как и первую с помощью шнурка. Крепко затягиваем. Итак наша мочалка из старого тюля полностью готова. Посмотрите какая симпатичная очаровательная мочалка получилась. Она такая воздушная, хорошо пенится, хорошо очищает и при этом нежная не дерет кожу. Класс. А можно мне такую же только из сетки погрубее? Конечно можно. Эта техника подойдет для любого вида тюли. Итак идея номер три. Тюль, которую ты хотел забрать, я всю использовать не буду. Ее мне нужно только подрезать. Она слишком длинная. Я отрезаю лишних 30 сантиметров и сейчас покажу как можно их использовать. И так готово. Вот такая полоска получилась. Я сложу ее пополам, по длине, а затем втрое по ширине. Этого отреза тюля хватит мне на два изделия, поэтому я разрежу его пополам вот таким образом. Готово. И затем каждую деталь, получившуюся, я сложу еще втрое. Так же нам понадобится шнурок. Здесь мы выбираем произвольную длину. Вложим его концы между слоями тюли. И пришьем. Одновременно прошивая весь этот кусочек ткани по периметру. На один сантиметр от края. И вот таким простым, нехитрым способом у нас получились чудесные губки для мытья посуды. Давайте испробуем их в деле. Они отлично пенятся, за счет сетчатой структуры очень хорошо все отмывают. Смотрите, как просто, быстро и чисто. А эта петелька нужна, чтобы повесить губку на кран сушиться. Итак, идея номер 4. Для этой идеи нам понадобится два вида тюля, а также старое ненужное платье. Я сделала вот такую заготовку нашего будущего коврика. И вырезала ее из платья. Получились две вот такие детали. Заготовку можно делать любой формы, произвольно, по своему желанию. Я сшиваю эти две детали лицом к лицу. На один сантиметр от края, оставляя место для выворачивания. Готово. Далее нужно сделать надсечки по краям, чтобы легче было выворачивать. Готово. И выворачиваем. Хорошенько все расправляем. И дадим еще отделочную строчку на один сантиметр от края. И одновременно зашьем место выворачивания. Готово. Далее я начертила полоски по косой. Это будет рисунок моего коврика. Их можно также сделать произвольно, на свой вкус. Отложим пока заготовку основы коврика и займемся вуалью. Нам нужно разрезать вуаль или порвать на полоски шириной 15 сантиметров. Откладываем нужное количество сантиметров. Делаем надрезы и отрываем. Мне больше нравится отрывать. Так получается ровнее и быстрее. Готово. Далее мы эту полоску прошьем вот таким образом. Складывая внутрь. Так, чтобы все края у нас были закрыты. Ширина полоски примерно должна быть 5 сантиметров. И дадим строчку посредине полоски. Готово. У меня получилась вот такая гора прошитых полосок, белых и зеленых. И далее нам необходимо будет сделать сборку на этих полосках. Для этого необходимо оставлять хвостики ниток. И за одну из ниток потянуть. Аккуратно расправляем сборку. Делаем так со всеми полосками. Готово. Я сделала сборку на всех полосках. И далее возвращаемся к нашей основе. И будем эти полоски к основе пришивать. Вот таким образом. Начинаем с первого ряда. Прикладываем. И будем пришивать посредине полоски. Начиная с самого края коврика. Далее мы разворачиваем полоску. И отступая примерно на 1 сантиметр от предыдущей полоски. Также пришиваем. Первая у меня идет белая полоса. Здесь главное не спешить. Все аккуратно расправлять. Этот коврик собирается достаточно быстро. В конце лишнюю длину полоски мы обрезаем, подворачиваем и прошиваем. Итак, первый ряд у нас готов. Смотрите, как чудесно ложится со сборенная тюль. Очень воздушно и нежно. Следующая полоса будет зеленая. И таким образом, чередуя белый и зеленый, пришиваем тюль к коврику. Итак, наш коврик из ненужной тюли полностью готов. Посмотрите, какой чудесный коврик получился. Он невероятно нежный, воздушный. Так и хочется на него наступать, трогать. Я решила положить этот коврик в ванной комнате. Посмотрите, как освежает, как ярко смотрится. Думала обработать низ коврика силиконом от скольжения, но коврик не скользит. Какая идея тебе понравилась больше? Мне все понравились, особенно мочалка. Какой правильный ответ! А вам, друзья, какая идея понравилась больше? Напишите в комментариях. И если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем хорошего настроения и до новых встреч! Шейте и носите с удовольствием!